Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, какую клячку лучше купить. Часто приходится сталкиваться с тем, что люди, встречая клячки Кахинор и клячки Фабер Кастел, которые сразу мягкие, они делают вывод, что клячка Кахинор твердая или старая. Кроме того, люди, не понимая, что нужно удобно пользоваться всей клячкой, начинают заниматься отщипыванием вот таких вот кусочков. И говорят, вы знаете, у меня такая сложность получилась. Я купил клячку и не посмотрел, что она старая. Видите, она такая плотная. На самом деле, разница между этими клячками, которые сразу мягкая, и Кахинорская клячка в том, что Кахинорскую просто нужно размять. Начинать это делать неудобно. То есть, когда мы начинаем ее разминать, нам кажется, что ничего не разминается, что она очень твердая, что все это невозможно. И, ну, большинство, наверное, девушек от этой идеи может отказаться. Но раньше, скажу вам по секрету, что фаберкастовских клячек не было. И никто просто не знал, что, как бы, есть какие-то альтернативы. Просто покупали клячку, которая есть, и ее разминали. Ну, давайте мы сейчас несколько минут помнем. Ну, вот прошло, наверное, минуты две. Я, кстати, когда начал разминать, у меня тоже промелькнула мысль, что, а может быть, эту клячку я не смогу сейчас размять. Но я просто не стал останавливаться, и начал продолжать разминать. Вот, но то, что она постепенно вытянулась, постепенно стала деформироваться, то есть она форму прямоугольника потеряла, говорит о том, что все-таки это возможно. Вот сейчас она уже постепенно становится все мягче и мягче. Вот, еще, конечно, нужно посидеть, поразминать, но ей уже можно пользоваться. Просто, когда сидишь и рисуешь, одной рукой ее можно переминать, как обычно. Мы делаем при лепке, да, когда у нас пластилин, мы размышляем, о чем-то лепим, а машинально одной рукой переминаем пластилин. Вот, ну, она уже лепится, да, видите, можно делать острие какое-нибудь, там, куда ничего такое вот вытереть аккуратненько. Вот, ну что же, спасибо вам за внимание, хороших вам рисунков, до новых встреч!